Вы затронули тему санкций. Несмотря на санкции, многие страны наращивают инвестиции в нашу страну. И говоря о той же Европе, можно вспомнить Германию, которая в 2019 году, в текущем, немецкие инвестиции по своим объямам побивают практически 10-летний рекорд. Как вы считаете, почему не боятся вкладывать в нашу страну серьезные экономики европейские? Можно ли этот факт превратить в какую-то определенную тенденцию? И что для этого нужно с нашей стороны? На самом деле любое явление имеет свое объяснение. Германия вкладывает по одной простой причине, что она уже вложилась в северный поток 1,2. А им просто другого варианта нет. Некуда деваться, скажем прямо. Ну, абсолютно, на самом деле нет. Просто они сделали ставку на серьезное партнерство в энергетической сфере с Россией. И они понимают, что и России деваться от Германии некуда. Они понимают, что у них есть все условия для того, чтобы не бояться и вкладывать в российскую экономику. А то же самое можно сказать, допустим, об Италии. Почему Италия все время стремится найти какие-то проекты, в которые можно было бы вложиться в Россию? По одной простой причине. Сальдо внешнеторгового баланса Италии и России очень сильно отрицательны для Италии. Поэтому Италия всегда ищет варианты. Ну и так далее. То есть всегда есть какие-то основы, которые создают прочную базу для инвестиций в Россию. Наша задача не столько заниматься рейтингами, хотя это тоже очень важно, сколько создавать прочную основу для серьезных инвестиций. Угу.